Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 У тебя выглядит, кстати. Ну и такие надо. Такие надо. Кто заставляет хуже меня выглядеть? Неизмеримой доброты. Жутко. Слушай, мне скажи, возьми салфетку под чашечку, чтобы удобно. Что тебе сказать? Кто первый у нас будет сегодня? Ты начнёшь. Да мне всё равно, Андрей, какая разница? У меня специфическая тема, она может иметь. Я тебе расскажу, я думаю, что дам тебе слово как раз первому. Я не знаю много. Да не важно, будет вам столько, сколько хочется. Я просто не знаю, куда она нас заведёт. Так, ну что, запускаем. Ныне запущаешь. Да, это я выключу звук. Всё. Ну, чайочек? Чайок, да, набиваем. Чайник есть, и на чайник есть. Чайник есть. Чайник есть. Чайник есть. Я на салфетку поставлю. А, ты не любишь? Не, не, она будет очень горькая. Не стеклюца. Не надо. Я на салфетку поставлю. Там же там мокни. Танин, ничего страшного. Танин и цвети. Ты же знаешь, что кофеин и танин в зелёном чайе больше, чем в чёрном. Да, конечно. Это соответственно. Пускай мокни там стоять. Да, пускай. Или я вообще его поставлю на тот стол, пусть на там. Пусть там могут. И в пепельницу поставлю. В пепельницу? Ну, нафиг. Да я не могу. Ухранник. СRL-каганин, пожалуйста. Танин, пускай. Танин. Танин. Доброе утро. Танин, дорогой. Да, грустно мы вдвоём. Мы вдвоём-то хорошо. Как-то не привычно ножом. Мы вдвоём. Ну, кажется. Я, Георгий Бархатов и Доктор Хейфит, два дилетанта собрались по Греке кино. Как, ты тоже дилетант? Ну, мы все дилетанты. Подожди, ты занимаешься кино много лет? Нет, для того, чтобы быть специалистом в кино, нужно много им заниматься, нужно учиться, я считаю. Ты учился? Нет, это же я учился. У нас специально учиться. Понимаешь, я считаю людей, которые могут профессионально говорить, что мы единицы, таких как «Притужного разлога», «Клиник», «Плава». Ну, может быть, единицы. Все остальные дилетанты разные, на самом деле. Я говорю, что мы собрались с тобой два дилетанта, сидим в кафе, учаим, говорим о кино, а также сидим в ваших девайсах, а вы гады нас подслушиваете. Ну, гады. Нехорошо. Мы хорошие люди. Не гады вы. Старые фильмы на большом экране. Был же фильм, помнишь, кинотеатр повторного фильма? Да, был, был. Там тоже не сильно. Был «Иллюзион». Не сильно много повторов. Помнишь в этой игре? Они определенные повторы там были. А вот, предположим, в большинстве европейских, в Америке есть кинотеатр, в которых идут только старые фильмы. Причем есть там определенного типа фильма даже. И вот, мне, честно говоря, это грустно. Есть некоторые шаги. Предположим, на днях же был прокатан в Москве на широком экране «Тарапиновское криминальное чтиво», которое, ну, большинство людей наверняка не видели на большом экране. Оно было буквально полнеделю назад или больше дней назад. Ну, опять же, мы говорим, что в Москве не все живут в Москве. Большинстве городов посмотреть, скажем так, на большом экране, хорошее, скажем так, старое кино, очень сложно. Поэтому, конечно, судьба это все-таки дивидитом или файлы такие-то, когда на компьютере смотрят или еще как-то. Ну, вот так. В общем, вот за стыд. За классику за стыд. Да, за стыд, да. У меня тоже нечто есть. И я, как всегда, в своей рубрике «Телекино» хочу поговорить о сериале. Ну, я о свеженьком буду говорить, о новом. Наш или не наш? Нет, не наш. Не наш, опять не наш. Но в этот раз не «Байкапс». В этот раз будут «Байкапсы». Вот. И я, собственно говоря... А если вы включаете, да? Можно не поздравлять. Тво минуту, подождем. Да ладно, не говори. Это жизнь. Это жизнь. Потом или сейчас. Это жизнь. Или никогда. Или потом, или никогда. Да, или потом, или никогда. Вот. Я хочу поговорить о сериале. «Байкапс». Не успевай. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Да. Я не могу, когда я должен перекликнуть. Я понимаю. Что ты тоже в русский дом надо? Понимаешь, что говори? Очень громко это очень. Просто здесь на Мобильных. Соответственно... ...пасаясь по 10-й, за неделю... ...еще другие задания делать. Вот. Я хочу поговорить о сериале. О сериале американском. И ты знаешь... и в среде, скажем так, людей, которые считают себя индивидуалами, почему-то принято считать фэра таким пошлым, низким стилем, да? Да. Ужасы. Я всегда считаю, что правду в мальте, который говорил, что плохие все жанры, кроме скучных. А, кроме хороших, то есть все жанры, кроме скучных. Да, да. Ну, вообще, я не знаю. Не могу, но надо. Сейчас все на сцене. Да нет, но просто он где-то долго взялся. Причем орать. Но, конечно, те же лицензии, может, не к нему? Да. Да. Ну, я знаю, почему. Конечно, я не знаю. Если на постах я буду на сайте. Ну, в тот зал я буду. Не могу. Конечно, выключу. Музыка идет. Ну, конечно. Так. Так. У нас получается двухцветная стушила. Ты неудобно ли? Да. Как-то наоборот сидишь хорошо. Пошли бы эти педаляски. Было бы все хорошо. Ну, замечательно. Ты это прямо на запись сказал. Да. Думаю, что они педаляски. Ой, слушай, мне iPad нужен. Я опять должен ставить. У меня же там тезисы. Тезисы. Да ладно? Ты без тезисов? Нет, без тезисов нельзя. Мне нужны отсылки. Отсылки. Старость, не радость. Два старых перду на бегу. Покажи. Что сделаешь? Да. Если нет приюта, мне сердце. Я вчера слушаю и балет видел. Балет? Меня жена вчера потащила на балет. Серьезно? А, в Декозил? Да. В Декозил. Вот. Хочешь об этом рассказать? Могу. Но это не кино. Ну, в конце мы перейдем. Можно сказать, а еще я был. А еще я был. А еще я был. Да. Да. Это английский. Да, хорошо. Поехали. Итак, а я собственно говоря в своей рубрике телекино хочу рассказать опять же о сериале. Но в этот раз не британцы будут, а в этот раз будут американцы. А на траве в Москве сейчас будет одновременно с метро. Вообще единый. Да. Он жив в баню. И вот на этой ноте и конец программе. И конец программе. Всем пока. Конец программы. Всем пока. Ой, слушай. Такое хорошо. Могу. Хочешь посмотреть этот сериал? Я могу просто. Да не. Я когда бы не смотрел. А можно же в серии отдельно смотреть? Да когда мне родной мы смотрели. Когда клиентов нет и пациентов. Ну, наушку ты не видел. Ну, может быть. Вот за это я сейчас там нам. Я сейчас поставлю отсюда. Я бы сел, чтобы просто на камеру. Ааа, я думал. Нет. Ну, думаешь мне жопа телевизор закрыть хотел? Ну, теперь можно стол вернуть на место. Хорошо. Все. Гасим след. Сберем масло. Ты не целитель. Отцелитель. Вот разговоры очень хорошо. Жасмин увечает. Успокаивает, настраивает. Я пил его много раз. Но у него знаете оттенок. У меня такое ощущение, что я духи пью. Ну, это еще зависит от того, какое. Я сейчас не выберу. Ну, видимо, ценитель. Я-то нет. Давайте чуть-чуть поднимем сюда. Немножечко. Я-то тонко не разбираюсь. А толсто? Толсто? Не ты меня дразни. Я так переживаю из-за своей комплекции. Нет, надо разбираться очень толсто. Хорошо. У нас профиль будешь сегодня с ним? Всяко будет. Всяко будет. Ты любишь всяко? Обязательно. Это последнее, что я помню в жизни. Это всяко? Да. Юра единственный порядочный человек среди вашего. Совершенно верно. Так и было всегда. Чего это? Сейчас об черном ступал, а я молчал. Это и я порядочный человек. А ты вообще молчи. Ты вообще бородатый еврей. Правильно. Так. Это шарик. Так. Волк. Выкинь это. Эта девушка вчера выступала в фильме про Ксению Собчат. Это какой фильм? Ну да. Фильм из вас «Откровение». Я давно так не смеялся. Вот она выступала, по-моему, вчера. Что не она? Откровение будет про Ксению? Откровение будет про Ксению. Откровение будет про Ксению. Как она у нас? Она у нас. Она у нас. Доброе утро. Доброе утро. Это невероятное. Вас очень много. Ну да, потому что мне офискит, госпитализация. Да. Не ждите нас. Убежаешь, что ли? Да. Да. А, вот такой-то радостный поэт. Ага. Да. Я даже не вижу вас долго. Скажи. Когда? А куда? Андрей. Отсюда не видать. Отсюда не видать. Отсюда не видать. Андрей. И я надеюсь, что я никогда сюда не вернусь. Тихо. Не бежать, а ты уже никуда не бежать. Андрюш, короче. Я от вас уезжаю навсегда. Я вас покидаю. Это мы уже поняли. Хватит идищить. Тихо. Куда ты едешь? Не скажу. Ну, Андрюха. Ну, ты сразу начнешь спроситься со мной. Нет, я не могу спроситься. У меня работа. Ну, какая у тебя работа? Господи. У него работа нормальная, кстати. Ой, красавец. Куда ты едешь? Красавец. Андрюха. Ааа, фиг тебе. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва. Если вы до субтитры Алексею Дуброва, первый раз поединили его, опятьrisки. Продолжение следует...